Новое офтальмологическое оборудование появилось в Московском областном центре охраны материнства и детства. Такие современные аппараты в регионе есть далеко не в каждой больнице. Оборудование позволяет своевременно и сверхточно определять отклонение зрения у детей. Смотри, пожалуйста, прямо. Жалобы на плохое зрение привели Настю Романову в диагностический центр. Девочка стала одной из первых, кому посчастливилось исследовать глаза на этом офтальмологическом томографе. Новое оборудование позволило быстро и безболезненно определить, в каком состоянии зрение Насти. Пришли в поликлинику, даже не знали, что у нас такое оборудование есть в Люберцах. Мы просто в шоке, что не надо никуда по Москве мотаться, искать какие-то клиники платные, когда можно все сделать по полюсу. Томограф дает возможность специалистам детально изучить ткани глаза. И если этот аппарат – редкость для региона, то два других новых устройства – распространенные, но обновленные версии. Один позволяет мерить глазное давление, другой – проверять нейронные связи в головном мозге. Современное оснащение помогает врачам диагностировать все патологии зрения у детей. В частности, очень хорошо для тех детей, которые прошли через нейрохирургическое отделение, которые пришли после травм. Это ДТП, падение из окон. Это очень хорошо оборудование пригодится для тех деток, маленьких, от 500 грамм, которые длительно выхаживались. Новое оборудование помогает не только в первичном обследовании маленьких пациентов, но и стало отличным подспорьем для отделения катамнеза. Здесь отслеживают состояние детей, которые давно прошли лечение. С новшествами больницы познакомился глава округа. Я так сказал врачам, что они здесь на земле являются помощниками Господа Бога, потому что то, что есть какие-то отлонения в рождении ребенка, это все доводится до совершенства, каким должен быть этот перспектива будущего человека, который родился. Для Московского областного центра охраны материнства и детства 2020-й выдался богатым на оснащение. По федеральным и региональным программам клиника получила 35 единиц медтехники на общую сумму 76 миллионов рублей. До конца года в арсенал больницы добавятся еще современные аппараты для гастро- и эндоскопии.